Я с Полуниным как-то поругался очень сильно, он устраивал театральную фестиваль какой-то клоунов. И вот он привез одного клоуна из Бельгии, считая его гением. Этот клоун, я, к сожалению, не помню его фамилии, этот клоун, он работал на шоке. Во-первых, он вышел из самолета голый, его забрали, естественно, в милицию. Уже хорошо. Потом милиции долго объясняли, что это юмор, шок-лоун. Бельгийский. Да, бельгийский юмор. Кстати, в Бельгии он натворил там еще почище, потому что он пригласил наших лицедеев, а это были еще перестроечные годы, когда валюты не было на руках у артистов. Он их пригласил в ресторан и сбежал, это у него юмор такой был. Вот это нехороший юмор. Вот юмор. Значит, вышел он на сцену, я сидел в зале, так же, как многие специалисты сидели в зале. Значит, он тоже в какой-то момент разделся до гола, потом он спустился вниз. Не голый, он спустился вниз, пел песню, подошел к девочке и начал имитировать, извините, половой акт. И вот счастье, что сидела мать только девочки, но не папа. Если бы сидел папа, я не знаю, что с этим клоуном было бы дальше. И так далее, и так далее. Вот такой клоунус, такая свобода. И Полунин кричал, я приехал вам дать свободу. Я говорю, ты отсутствовал долго, дорогой мой друг, у нас уже столько этой свободы. Ты что-то... Наесться не можно. Да, да, ты уже что-то не по делу. Ты не знаешь вот этой нашей жизни для того, чтобы нам это говорить. Какая это свобода? Я не считаю, что это свобода. Это, наоборот, нарушение моей свободы, нарушение моих прав.